И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик игрового формата посвящен одному из самых имбовых и лучших вооружений, которые у нас появились совсем недавно с введением нового критического урона. К сожалению, данный видеоролик выходит исключительно после уже первого нерфа скаута, но он всего лишь на 10% понерфил критический урон. Соответственно, я уже покатал с ним сегодня и понял, что по сути у нас ничего не изменилось. 40% критического урона понизилось на 30. Ну и сегодня полноценно покажу вам и мы вместе с вами рассмотрим викинга рельсу со скаутом, дрон, бустер, по резисту все как всегда у меня 22. Посмотрим, покажем, как это работает, насколько это эффективно на данный период времени. Ну и я на 90% уверен, что на данный период времени, повторюсь, это лучшее вооружение, которое есть у нас в игре. Почему именно викинг? Почему не другой корпус с данной пушкой? Все просто. У викинга есть отличный овердрайв, который дает возможность уничтожения большого количества противника. Если вы ловите хороший таймер, то с увердрайва можно нанести 5, а то и 7 киллов. Ну и при таком раскладе это максимально грамотное и эффективное вооружение, на котором можно зарабатывать первые места, зарабатывать безумно большое количество кристаллов. Ну и, конечно же, одна из самых главных фишек это то, что быстрая перезарядка вашей пушки плюс большая частота нанесения критического урона дает вам возможность быстрых киллов, быстрых уничтожений противника. А если у вас быстрое уничтожение противника еще и в большом количестве, то, соответственно, все это выливается в большое количество опыта, в большое количество кристаллов. Все закономерно и все очень просто. Сыграем сегодня два боя. Думаю, что это будет по форматам контроль точек и TDM. Начинаем с перекрестка. Задача набить минимум больше 20, желательно даже 25 киллов без досрочки. Ну и показать максимум на Викинга рельсе я, как ни странно, да, до этого вообще не играл и презирал, да, в матчмейкинге рельсу. Но после такого обновления, кто бы мог подумать, а я начал играть на этой замечательной пушке. Как еще вы знаете, ну, может, конечно, не все, но кто-то определенно должен знать. Я пересел на мышку и теперь играю с нее везде. Ну, а на рельсе на мышке играть, как по мне, наверное, еще в два раза комфортнее, если привыкнуть. К сожалению, я мог сейчас дать где-то порядка 5-7 киллов. С овердрайва, но противник поражал купол. Соответственно, я со своим овердрайвом оказался не у дел. Поэтому имею за 2 минуты всего лишь 9 киллов, а мог бы иметь сейчас уже где-то около 15-ки. Но не стоит расстраиваться, нужно грамотно и быстро прожимать овердрайва на Викинге. Я зачастую не делаю это столь эффективно. На стримах так бывает вообще. За всю катку на Викинге прожимаю лишь один овердрайв, потому что жду и надеюсь на то, что поймаю какой-то безумно крутой тайминг, чтобы уничтожить там 5, может 7, может даже 10 противников с одного овердрайва. Но по итогу прожимаю под конец овер на 2 противника. Поэтому главная задача ваша, когда вы играете на Викинге, это как можно быстрее реализовывать овердрайв после того момента, как он у вас накопился на 100%. Овердрайв копится довольно-таки быстро, если вы даете большое количество киллов. Соответственно, нету никакого резона вам долгое время хранить свой овердрайв. Ваша задача как можно быстрее просто взять его прожать. Даже может вы там убьете 2-3 танка, но вы его прожмете быстро, соответственно, следующий у вас так же быстро накопится овер. Ну и это все будет очень быстро, эффективно и грамотно работать. 4 минуты остается до конца боя. 13 киллов пока что у меня имеется. Это очень маленькое количество, как по мне, можно было бы иметь уже бы на данный период времени, как я уже говорил, около 20, если бы я прожил хороший овердрайв, но продолжаем играть на респаун противника. Сейчас после захвата данной точки, думаю, что можно будет занимать позицию где-то вверх, плюс у противника стоит купол, соответственно, там должно быть сейчас порядка 2-3 танков и как только он пропадает, я думаю, что даже сейчас уже можно прожимать овердрайв и пытаться нанести как можно больше демеджек. Уничтожаем 3 танка, не такой плохой результат. Было бы неплохо, если было бы, конечно, больше их, но и так тоже неплохо. Остается пол боя, у меня уже 18 киллов. Неплохо, неплохо идем. Если здесь досрочки не будет, то может даже за 30 потянем, будет неплохо. Что касаемо рекордов, то я видел, как игроки по 60 киллов на данном сочетании за одну матчмейкинговую катку набивают. Соответственно, какие-то там 30-40 киллов это не предел, это вооружение может давать значительно больше. Да, не на всех картах настолько эффективно все это дело работает, 6 на 6 вы не дадите больше где-то 35-40, 100%. Ну а что касаемо, например, условной пустыни, да, я считаю, что это, например, максимально удобная и подходящая карта для подобного сочетания. Если у вас, например, кидает на такие карты, как пустыня, вы можете там и показать безумно большие количества. При том, на складе, что сейчас у нас еще пятница и впереди выходные тоже с повышенными фондами, вы можете и очень хорошие кристальные заработки для себя устроить. И на таком вооружении просто на чиле, на расфане давать безумно большое количество киллов и формить кристалл. Кстати, что касаемо устройства на корпус, я должен был использовать в этом бою иммунитет от пробития, который я использую в последнее время на постоянной основе при игре в матчмейкинге. Но, к сожалению, моему глубочайшему я не переодел устройство с тандема, но у меня до сих пор защита от поджога стоит. Вот сейчас я, когда противник наносил мне овердрайв на харьке, я думал, что сейчас ничего не произойдет, я быстро его уничтожу, а потом хоп и пробитие нанеслось. И я такой, чего? Каким это образом? Но все было крайне просто и я забыл сменить устройство. Ну, ладно. Минута 20, 25 киллов. Надеемся на то, что сейчас у меня будет возможность прожать овердрайв и я дам, ну, хотя бы еще пятерку, да, но уже очень неплохой результат. То есть, 60... 600 очков, извините. 600 очков и 28 киллов, да, для такого боя я считаю, что это очень-очень хороший результат. Ну, и сейчас попробуем прожать еще овердрайв с даже бустером первые два выстрела, третье, докидка, четвертого, скорее всего, не успею, да, но четвертого мы просто, я думаю, что сольем. На стену перейдет в поражочек. 2 тысячи сюда бы накинул бы еще тоже по нулю, к сожалению. 30 секунд. Ну, и пару харьков бы еще бы уничтожить. Было бы вообще очень круто. До 700 очков. Ну, пока что-то как-то скиллами не очень все добивают. Вот этого, если уничтожить, будет неплохо. Да, хорошо. Может еще этого. Хорошо. Аптечку, к сожалению, неграмотную. Взбиваем прицел. Добиваем еще одного. 12 секунд. Может еще килл. Может еще килл. 34 килла. Как-то так, друзья. 34 килла, еще и даже небольшая досрочка. 4 тысячи кристаллов за такую матчмейкинговую катку. 700 очков. У П-пятерка 7 раз помер. Очень неплохой результат. Еще бы овердрайв бы тот, который по куполу нанес. Было бы около 40 киллов. По кристаллам бы, наверное, получил бы вообще просто бомбический. 4 тысячи. Как вы видите. Вот такой вот результат можно достигать. И это далеко не предел. Можно получать и больше. Можно получать по пятерке. Можно играть в регби, где вы будете фармить больше кристаллов. И если там вы будете еще доставлять мячи. Плюс ко всему давать такое же примерно количество киллов. То за одну катку вы можете получать порядка 5. Может даже 6 тысяч кристаллов. Поэтому, друзья. Ну, здесь. Предел возможностей ваших на этом вооружении. Очень-очень велик. Меня, к сожалению, закидывает в катку, где остается 2 килла до конца боя. Я, конечно же, перепикиваю. Потому что не вижу никакого смысла в игре в таком бою. Ну и надеюсь на то, что сейчас будет новая, хорошая. Может даже большая. Ну вот, например, как эта карта. Александровск. Попробуем занять довольно неплохую позицию с правой стороны карты. И там уже попытаться понаносить большое количество урона по противнику. Надеюсь, что у меня получится. Если здесь где-то в катке 25, ну, ближе к 30 киллам удастся выдать, то будет очень даже неплохо. Как вы видите, у нас в катке здесь тоже такой же самый, как я. Викинг-горельщик имеется. Соответственно, возможно, здесь будет стил фрагов. И не удастся мне дать, конечно, большое количество киллов. Ну, играем на победку, играем на фарм. Посмотрим заодно, насколько быстро такой бой можно закончить, когда у нас имеются тиммейты на подобных вооружениях. Как вы видите, также резистов от рельсы в боях практически всегда у нас. И до этого обновления было много. Но теперь вся суть в том, что резист никак не влияет на эффективность данного вооружения. В связи с тем, что за счет критического урона вы наносите большое количество урона по противнику. И это вам дает возможность ваншотать. Наносить большой дэмэдж по противнику на практически постоянной основе. И я, ну, безумно, наверное, таки рад тому, что есть такая возможность использования пушки. Если раньше это было не метово, не интересно. И, ну, грустно, наверное, грустно, когда ты просто заходишь в катку. Например, у тебя есть пушка одна, единственная рельса, которая тебе нравится. Ты заходишь на ней поиграть. И ты видишь такую картину, там, 7-8 резистов в бою. И ты кидаешь эти жалкие 500 урона на постоянной основе. И думаешь, ё-моё, зачем я вообще играю на этой пушке? Надо быстро-быстро что-то другое прокачивать, потому что невозможно. То сейчас, ну, просто вот так вот берете, заходите на уражескую базу. Рельса раз, рельса два, три противника на респе. И вы такие сидите и думаете уже. Найс, найс, найс. Неплохо, неплохо. Да, резисты есть у противника, но вы сами как бы с этими резистами-то и оставайтесь. Вы просто делаете эти красивые киллы и понимаете, что у вас и так всё в ревандаху. Вы разваливаете кабины и вам больше ничего и не надо. Ладно, тут я уже немножко отошёл от темы. Три минуты прошло. Всего лишь 8 киллов у меня. Много респлюсь, много езжу по карте. Карта не совсем маленькая. Было бы неплохо занять какую-то позицию, пытаться уже на ней покемпить, покидать урон. Ну и найти противников в какой-нибудь точке, желательно в большом количестве, дабы прожать овердрайв. Овердрайв у меня имеется, а вот его прожать пока что я не вижу места такого прям качественного. Но надеюсь, что лучше его сделать так, да, как я уже сказал, лучше быстрый овердрайв и не такое большое количество киллов, чем долгое не прожать овердрайва и, соответственно, ну и не даёте никакие киллы. Лучше уж так прожать, там дать 2-3 килла, да без разницы. Это куда выгоднее, потому что у вас есть всегда дополнительный приростик. И за счёт этого дополнительного приростика вы уже в дальнейшем в этот же самый овердрайв у вас опять накопится и вы опять дадите киллу. То есть это намного выгоднее и намного эффективнее. Так, надеюсь, что сейчас с этого Хантера мы респанём, потому что меня должен прокать по идее Крит. Крит прокает чаще и поздно. Я наношу всего лишь 1000 урона, хотя там у Хантера, наверное, ну около троечки было. 11 киллов у меня, у моих тиммейтов один, я так понимаю, что играет на рикошете и один играет на пулемёте с аресом. Видите, у них больше киллов, соответственно, я не так грамотно, не так эффективно бы использую своё вооружение. Получается так. Получается так, надо стараться, надо заканчивать этот бой на первом месте. Иначе будет не всё так круто. Наносим неплохую двоечку, добавляем 1000. Единственная проблема, как вы знаете, с рельсой, это то, что бывает, ты даёшь 100% выстрел, который должен наносить урон по двум противникам, но из-за какой-то ошибки этот урон по двум танкам не проходит. Соответственно, вы теряете килл, бывает 2, бывает даже 3 килла теряете, потому что вы даёте тройную рельсу, а урон проходит только по первому танку. Это, конечно, печальная ошибка, которую я бы на месте разработчиков старался бы как можно быстрее исправить. Я не считаю, что так должно быть у нас в игре. И зачастую эти моменты очень сильно решают. Я всё-таки, как тот человек, который не играет так много на рельсе, да, вообще, в принципе, до этого обновления, то мне как бы не сильно, да, хочется греть по этому поводу. Но если я уже буду сейчас играть чаще на этой пушке, то хотелось бы не видеть таких проблем, чтобы уж разработчики это починили, при том раскладе, что они говорили, что это сделать не так сложно. Ну и всё, последний килл даём. Слава богу, я всё-таки своё первое место забираю. 17 киллов, не так много, как в первом бою. Всё-таки это ТДМ, нужно понимать, что здесь каждый ваш тиммейт пытается тоже давать киллы, а не просто там забирать какие-то точки или ещё что-либо делать на карте. Но я скажу, что и этот результат является очень неплохим для катки, которая заканчивается досрочно где-то за полбоя. 3300, первое место, 17 киллов. Это достойнейший результат, поэтому, друзья, все, кто сейчас у нас после критических уронов до сих пор не знает, на чём надо играть, друзья мои хорошие, вот то самое вооружение, которое вам нужно использовать прямо сейчас. Пока оно ещё нерфится, но оно нерфится настолько мизерно. Если у вас и есть Викорельсочка, взяли бустерочек, зашли в матчмейкинг, грамотные овердрайвы, грамотные прожатия ДДшек, киллы идут просто на великолепнейшем уровне, и жёсткий фарм на постоянной основе, в любом, поверьте мне, в любом режиме, можно забирать хорошие кристаллы на этом замечательном вооружении. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддерживайте его лайком, если ещё не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать стримы, видос, которые у нас выходят пока что, по возможности, довольно-таки часто, поэтому как-то так. Ну и пишите, что бы вы хотели увидеть в ближайшее время из игровой тематики по тесту. У меня на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!